Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Остался у нас последний день, собственно, этой пятидневки. Еще парочку отчетов, на которые мы должны обратить внимание, но, как минимум, их не упустить. Особенно они важны для тех, кто спекулирует нефтью, потому что в 21.00 сегодня выйдет отчет по количеству нефтяных терминалов от нефтесервисной компании Baker Hughes. До этого у нас будет статистика, я надеюсь, оптимистичная для покупателей. Статистика, которая снова станет еще одним дополнительным катализатором для роста британской валюты. И, судя по всему, друзья, та цель, которая раньше была обозначена, это по паре фунт-доллар 1,4, это практически реальность ближайших часов, я позволю себе сказать, ну, учитывая, как двигается фунт, учитывая новостной фон, ожидания, присутствующие на финансовых площадках, я думаю, что даже на этой отметке фунт не обязательно должен останавливаться. Но напоминаю, друзья, то, что рынок – это очень коварная сущность. И если он дал хорошую возможность заработать, особенно на таком длинном ралле, вы только вспомните, с каких уровней мы присматривались к покупкам, потом, собственно, начали спекулировать через ланги, достигли наших ближайших ориентировок, там цели были 1,36, 1,37, 1,38, и поставили прям сверх позитивный сценарий, то, что фунт сможет добраться до отметки 1,4. Если среди вас есть те, кто держит снизу, собственно, пару, и сориентируем уже на отметку 1,4, друзья, вам нужно будет подумать, возможно, действительно целесообразно уже отпустить этот дуэт активов, зафиксировать профит и оказаться на некоторое время в стране в статусе сторонних наблюдателей. Но решать, конечно же, вам. Если интересуют возможности и факты их наличия на рынке для того, чтобы ралли продолжилось, я хочу вас преободрить. Да, фунт чувствует себя очень неплохо, смотрится даже на перспективу, возможно, даже поактивнее, поподвижнее, поддинамичнее своих конкурентов, рисковых инструментов. И я думаю, что фунт будет какое-то время еще отыгрывать позитив, потом мы переключимся еще и на переговоры по Прэкзиту. Думаю, что и оттуда тоже придет поддержка. Поэтому с учетом текущих котировок, вот, собственно, я выписал уровень 1.39.15, остается чуть больше 50 пунктов, локальный хай был на отметке 1.39.41. Немного осталось, друзья. Я, скажем, скрещиваю пальцы специально, чтобы хоть как-то еще вербально, визуально поспособствовать тому, чтобы вы смогли дотянуть до отметки 1.4. Доллар топчется на уровне 111. Сейчас котируется чуть пониже. Мы вернемся еще к оценке ситуации по американскому инструменту. Европейская валюта, основа растет, но, видимо, потому что доллар сейчас замешкался и не знает, как ему быть в преддверии вот этого важного решения, о том, примут ли все-таки законодатели американские, пойдут на правильный сейчас необходимый шаг и продлят финансирование органов государственной власти. Сегодня, собственно, решение должно быть принято. В противном случае нас ждет повторение ситуации 2012 года, когда, собственно, частично произошла пресновка работы правительства. Думаю, что до этого дело не дойдет, хотя сейчас рынок такой, что случается все самое невероятное, и, возможно, все-таки при всем оптимистичном раскладе сценарий будет совершенно обратный. Но я сейчас не хочу говорить про негатив, друзья. Я все-таки думаю, что гораздо разумнее сейчас все-таки договариваться, потому что рынок и без того немного нервозен. И если договариваться, то для доллара это позитивный сценарий. Поэтому есть на чем расти и есть на что дальше делать ставку. Рынок крипто, инструментов, друзья, сейчас есть и позитивная динамика, которая позволила, скажем, многим выдохнуть все тем, кто находится по-прежнему в длинных позициях. И пришлось пережидать вот эту существенную просадку. Но я сказал бы, что не будем говорить и глупо, пока не перепрыгнули, потому что негатив на рынке еще сохраняется. То, что мы наблюдаем сейчас откат, он больше похож на технический сценарий, он больше похож на то, что к рынку присоединяются те инвесторы, которые раньше ждали хорошей точки входа, либо просто даже те инвесторы, которые уже спекулировали, но вы видите, на каких уровнях оказался рынок, сейчас считают прекрасной возможностью докупиться, увеличить позиции. И, соответственно, приток коронечных спекулянтов, он сейчас провоцирует вот этот восстановительный мини-тренд. Но он пока не стал разворотным для той нисходящей динамики. И, честно говоря, друзья, допускаю, то, что мы в ближайшее время сможем снова вернуться к этим минимальным уровням, которые уже видели. И пока что до тех пор, пока не изменится новостная картина. Ну, кстати, по новостной картине, чтобы уже закончить с рынком криптовалют, у нас Южная Корея и новости, собственно, оттуда, а также со стороны Китая по поводу ужесточения требований к торговле криптоинструментами, это новости стали основным триггером для распродаж. Сейчас собираются даже петиции, уже большое количество, многотысячные подписи, скажем, всех, кто радеет, чтобы эту петицию поддержали. Она касается все-таки исключения регуляции в Южной Корее и Китае. Но посмотрим, как на это отреагируют, собственно, власти. Я думаю, что на супер какой-то позитив, конечно же, рассчитывать не приходится сейчас. И лучше уже изначально смириться с тем, что мы когда-то приняли рынок криптовалют как такая же реальность, как и прочие инструменты. Сейчас нужно такой же реальностью уже принять и необходимость создания регуляторных, скажем так, таких моментов, нормативов, которые, конечно же, выполняют функцию, может быть, чрезмерного, излишнего, но все-таки контроль. И контроль – это существует синоним безопасности. Ну, не знаю, кому-то это важно, кому-то, напротив, более важно оставаться в тени и, скажем, в лобе вот этой анонимности. Это вопросы, которые, наверное, по крипте будут обсуждаться всегда. В целом я хочу отметить, друзья, что пока что у нас нет позитива, которым можно было бы переселить негатив. И рынок криптовалют, он очень подвержен этим периодическим новостям. Я думаю, что не будем сейчас активно с вами голову бросаться, кидаться на откуп всей просевшей крипты, потому что, уверен, рынок еще покажет, ну, может быть, не такие минимумы, как мы уже видели, но коррекция еще будет. Ну, давайте теперь к нефти. Немного мы, скажем, начали с конца в ходе текущего брифинга, но не будем упускать те активы, на которые мы классически, традиционно обращаем внимание. Нефтянка у нас клоус вчерашнего дня 69.17, сейчас бренд обоится еще ниже 68.62. Если день назад мы говорили о таких магнетических свойствах, которые есть в сопротивлении 70 долларов за пару, сейчас эти свойства уже немного теряются. Ну, коррекция, конечно же, еще не существенная, и ничего не стоит вернуться к отметке 70. Но мы изначально с вами говорили про наличие ряда новостных рисков, которые могут стать серьезным барьером для того, чтобы трейдеры очень легко преодолели 70 долларов за баррель. И сам факт мощности этого барьера подтверждалась еще позицией отдельных стран, ну, сразу можно сказать про представителей ближневосточного картеля, которые, конечно же, сейчас уже более не заинтересованы в еще более серьезном росте цен на нефть, потому что сейчас восстановление котировок нефти даже на текущих значениях стало серьезным катеризатором для роста активности сланцевых производителей, которые продолжают экспансию на глобальном рынке, соответственно, отбивая все больше и больше долей рынка у представителей ближневосточного картеля, которого вынуждены соответствовать обязательствам по снижению добычи. Вчера у нас была насыщенная сессия для нефтянки, потому что администрация аналитической информации представила свой доклад по запасам нефти. В принципе, все, как мы и ожидали, запасы снизились, рынок уже привык к этим данным, получается, уже восьмая или девятая неделя подряд снижения запасов. Но в этот раз эта статистика не стала причиной роста котировок. Я все-таки хочу верить в то, что причина кроется в том, что трейдеры осознали, что запасы будут снижаться, потому что они не могут не снижаться, когда штаты экспортируют такие объемы нефти. И с учетом того, что ситуация не изменится по экспорту в ближайшее время, конечно же, запасы априори будут находиться в тренде постепенного снижения коллекции. Объемы добычи в то же время выросли, это позитивный сигнал. Мы рассчитывали с вами на то, что эта неделя станет показательной с точки зрения того, что праздники уже позади, и мы можем оперировать уже чистыми цифрами и рассчитывать на то, что американские производители снова вернутся к прежним показателям загрузки производственных мощностей и будут радовать продавцов с еженедельным приростом, который в конце концов должен вывести общий показатель добычи к тем плановым прогнозным значениям, которые мы ранее слышали от администрации политической информации. Это производство совокупность выше 10 миллионов баррелей в сутки. К этой цифре мы непременно доберемся. Есть даже ожидание, друзья, то, что произойдет это в марте-апреле. Согласитесь, что для рынка нефти это не такой уж и большой горизонт в плане ожиданий. И планка 10, она, на мой взгляд, станет такой революционной, переломной для переоценки спроса и предложения на глобальном рынке и, возможно, станет тем самым долгожданным фактором долгосрочных распродаж, которые на рынке черного золота все-таки должны произойти. Но все-таки еще больше акцент, на что я хочу сейчас сделать остатку, и это доклад от ОПЕК, который тоже был публикован вчера по ситуации на рынке, по объему добычи, по степени исполнения договоренностей, собственно, участников пакта, ну, то есть участников пакта и членов ближневосточного нефтяного картера. И мы с вами, я еще раз повторяю позицию, то, что текущие цены и рост активности американских производителей заставляет немного, да даже не немного, а серьезно сейчас тревожится ОПЕК. И, конечно же, если есть возможность сейчас сделать что-то, что могло бы все-таки спровоцировать распродажи на нефть, ОПЕК, конечно же, должны это сделать. Поэтому, друзья, я отчасти был удивлен, с одной стороны, вчерашнему докладу ОПЕК, точнее его содержанию, ну, потому что обычно ОПЕК весьма оптимистичен в плане будущей конъюнктуры, и обычно ОПЕК давал нам цифры, которые позволяют говорить о максимальной степени осознанности и исполнении обязательств. В этот раз доклад был совершенно в других тонах. Он явно прям кричал о том, что нефтянку нужно продавать. Потому что, по тезисам, рост добычи в прошлом месяце, это отчитался сам ОПЕК, увеличен больше, чем на 50 тысяч баррелей в сутки, то есть они снова превысили планку, которая должна была быть сохранена, поскольку она является основным параметром соглашения по снижению добычи. Это не превышение 32,5 миллионов баррелей в сутки. Из 11 государств только 7 по-прежнему выполняют обязательства по снижению добычи. По прогнозу ближневосточного картеля, штаты увеличат в этом году производство почти на 1,15 миллиона баррелей. То есть, если этот прогноз будет оправдан, с учетом текущих уровней добычи, друзья, мы в этом году не то чтобы превысим планку в 10 миллионов, мы получим очень хороший сигнал добраться даже до 11 миллионов баррелей в сутки. И то, что рост добычи будет на таких колоссальных значениях, это повлекет за собой более высокие показатели экспорта, которые будут вдвое выше, чем экспорт в 2017 году. И тем самым Соединенные Штаты Америки смогут покрыть три четверти всего нового спроса, который появится в рамках мировой экономики. Поэтому Соединенные Штаты Америки у нас, как и всегда, остаются основным, часто называют возмутительным спокойствия и стабильности для энергетической конъюнтуры. Я думаю, что особо сейчас питать иллюзий в том, что котировки нефти продолжат свой рост, не нужно, друзья, потому что вот эта картина новостная и фундамент, который мы с вами анализируем, указывает на то, что, возможно, разворот уже пошел. Кстати, сегодня мы ждем доклад от Международного энергетического агентства, который, по идее, должен быть еще более пессимистичным, чем доклад от ОПЕК. И замыкать день, как я уже отметил, будет статистика Бейкер Хьюз по количеству нефтяных терминалов. Ждем поддержки для коррекционной идеи и от этой статистики. Доллар японская, иена, как уже было отмечено, мы топчемся рядом с уровнем 111, это и в данном случае сопротивление. Очень быстро может стать поддержкой. Новостная картина в целом не изменилась. Мы помним, что положительное влияние на американца оказало решение Apple все-таки уплатить налог, как следствие репатриации существенного капитала из рубежа. Величина, собственно, этой выплаты может превысить 35 миллиардов долларов. Соответственно, по позиции Apple, руководства, это решение было принято вследствие тех изменений, которые были приняты в налоговом законодательстве благодаря реформе Трампа. И напоминаю, что в соответствии с этими изменениями компании, которые возвращают активы, капиталы из, скажем, офшоров на территорию национальной, скажем так, юрисдикции, имеют право на единоразовую выплату в размере 15,5% от возвращаемых активов. Вот сами прекрасно понимаете, о какой ликвидности потенциально сейчас способны смигрировать снова в США, может идти речь, если только 38 миллиардов, по-моему, налоговые обязательства по репатриации капитала со стороны Apple, если это 15,15% от общей суммы. Конечно же, она просто гигантская. Статистика тоже на стороне покупателей доллара. Вслед за сильным отчетом по промышленному производству заявки на пособие по безработице 220 тысяч с прошлого, 260-1 тысяча. По идее, могли бы вырасти, но не выросли. Я думаю, друзья, то, что основная причина, это все-таки присутствующая на рынке нервозность, связанная с тем решением, которое будет или не будет принято по поводу продолжения финансирования правительства. Это решение мы ждем уже сегодня. И чтобы далеко не отходить от Штатов, хочу отметить то, что фондовые рынки сейчас снижаются, но не так сильно, как по идее могли бы, с учетом того ралли, который уже состоялся, возможно, из-за этого самого риска. Если уж совсем помудрить, друзья, то, что если американский фондовый рынок существенно перекуплен, и он нуждается в каком-то катализаторе, которым можно было бы оправдать мощную коррекцию уже назревшую. К примеру, приостановка работы правительства – это более чем крутой стимул, чтобы, скажем, остудить американский фондовый рынок процентов на 10-15. Но это, конечно же, самый настоящий форс-мажор, это будет бомба для всех финансовых площадок. Наверное, рынок слишком спокоен сейчас в целом, если бы были действительно причины говорить о том, что вот этот взрыв может случиться. Но, тем не менее, я все равно делаю акцент на то, что американский фондовый рынок перекуплен, и тоже где-то рядом уже полноценный разворот, который, может быть, сразу приведет к существенной коррекции, либо это будет новый нисходящий тренд, который продлится в достаточно длительный период времени. Но американский фондовый рынок крайне перекуплен, друзья. Европейская валюта против доллара, а здесь мы уже можем ориентироваться на следующее заседание Европейского Центрального Банка. Оно состоится на будущей неделе. Больше всего нас интересует то, что скажет Драг, я не сомневаюсь, потому что его риторика будет исключительно мягкой. Я не сомневаюсь в этом, потому что на этой неделе, вы помните, буквально два дня назад евро оказался под серьезным прессом после того, как ряд представителей Европейского Центрального Банка, мягко говоря, выказали обеспокоенность резким ростом и укреплением курса евро и тем, как он может усложнить работу для регулятора по достижению целевого показателя инфляции. Это важно. Также не забывайте о том, что текущие котировки евро, по крайней мере, выше отметки 1.20, могут вынудить, по сути, участников рынка, трейдеров поставить уже на более поздние сроки сворачивания программы количества смещений. Вот как раз вот эту идею я и поддерживаю. Последний отчет по инфляции тоже указывает, что да, у нас она, может, и не снижается, но по прогнозам Европейского Центрального Банка инфляция могла бы уже и должна быть выше. Тем не менее, базовое значение на отметке 1.1, годовой 1.4, крайне низкие цифры. Также последний комментарий Вальда Наводный, человека, который, возможно, является отчасти лидером мнения, возможно, даже таким же, как и Драги по поводу того, что происходит, что позитивно для экономики еврозоны, что, напротив, и высказался о том, что лично он выступает против сильного и дорогого евро. Трудно, конечно же, сейчас говорить о потенциалах коррекции, тогда, когда евро, при всем прочем, восстанавливается. Но имейте в виду, что фундаментально очень трудно сейчас оправдать дальнейшие ралли. И в этой связи, конечно же, лучше говорить о большей вероятности коррекции. Где найти уровень, друзья, для самых, скажем, перспективных продаж, это большой вопрос. Я лишь отмечу, что продажи с отметки 1.20 я считаю уместно использовать, особенно если вы относитесь к категории долгосрочно ориентированных трейдеров. Пару слов еще по австралийцам. Уровень безработицы, который был опубликован, статистика по рынку труда утром в четверг, стала причиной снижения курса австралийца, поскольку безработица выросла с 5.4 до 5.5%, а уровень занятости оказался вдвое хуже прошлых значений. На этом пара австралийц-доллар стала активно корректироваться, но после на рынке появился еще один блок статистики, это китайского происхождения. Уже Китай, как вы знаете, один из основных партнеров для Австралии. Поэтому любые позитивные, либо напротив плохие данные обычно приводят либо, в первом случае, к укреплению, в втором случае, к ослаблению курса австралийского валюты и, между прочим, новозеландского доллара тоже. Китайские данные вдохновили трейдеров, австралийцы стали быстро выкупать, и сейчас котировки по австралийцу конкуренции с долларом 0.819. Те, кто следит за этой валютой, знают, что отметка 0.80 это самый настоящий психологический рубеж, барьера, от которого очень часто пара отбивалась и корректировалась примерно на 300-400 пунктов вниз, даже больше. Это уровень латентный, такой скрытый, признанный резервный банк Австралии, когда дорогая валюта начинает создавать уже крайне серьезную угрозу для национальной экономики. Прежде всего, это убирается, конечно же, в показатель инфляции. Неоднократно сам резервный банк Австралии отмечал вот эту планку 0.80 и намекал нам на то, что если мы, будучи трейдерами сами, собственно, не спустим пару ниже, то тогда речь пойдет о словесных интервенциях. Вот как раз к ним тоже можно сейчас готовиться. Думаю, что вряд ли уйдем сильно выше текущего значения. Чтобы далеко не отходить от Китая, хочу, так, для общего развития отметить, друзья, что если вы поверили в крайне оптимистичные цифры по экономическому росту, кстати, в сравнении с прошлым указателем 6,7, вырос до 6,8, не нужно это делать. Китай – это самая настоящая финансовая пирамида. Это уже признано всеми. Даже Международный валютный фонд, когда проводил анализ экономического роста, ситуации в целом, сравнивал экономический рост с показателями долговой нагрузки, сделал большой акцент на то, что ситуация критическая, потому что за последние 10 лет действительно уровень долга КВВП вырос практически вдвое, там 40%. Сейчас, я думаю, честно говоря, уже показатели выше 300%. Китай показал по статистике, может быть, более лучшие цифры, чем год назад, только по одной причине. Китайский регулятор продолжает заливать экономику деньгами. Государственный сектор влил в экономику в прошлом году 2,8 триллиона долларов. Друзья, только вдумайтесь в эти цифры. И 2,8 триллиона долларов – это практически 2,3% ВВП России. Вот такие параллели. И ладно, если бы эти инвестиции приносили бы должный результат, ладно бы, чтобы промышленное производство получало достаточных средств для развития, для расширения, промпроизводство оказывало такое стимулирующее воздействие на экономику, подстегивало и потребительскую активность через создание новых рабочих мест и так далее. Но этого не происходит, друзья. И экономика по сравнению с этими инвестициями существенно отстает. Экономический рост, который для кого-то кажется крутым, 6,8% сравнивалось с развитыми рынками, кажется, что Китай – это по-прежнему экономическое чудо. Но это не так, поскольку вот этого экономического роста, его не хватает даже на покрытие обязательств по прежним долгам. Поэтому нужно признать тот факт, что грядут какие-то страшные времена для Китая, поскольку они сделать это ничего не могут. Потому что если они сейчас снизят поддержку для корпоративного сектора, то есть перестанут каитовать нуждающиеся в этом предприятии, в конце концов, это обречет большую часть корпоративного сектора на банкротство. Конечно же, допускать это тоже нельзя. Ну, не знаю, какой выход здесь можно найти. Хорошо, что не я несу ответственность за монетарные курсы, то, что происходит в рамках китайской экономики. Но то, что, возвращаясь к идее, пирамида это или нет, мне кажется, исходя из термина и классического определения, пирамида очень подходит для того, чтобы объяснить ту ситуацию, которая сейчас складывается в рамках Китая. Друзья, еще раз напоминаю, что уровень по австралийцу противовес доллара 0,819 считаю тоже крутым, таким же крутым, как текущее значение для европейской валюты. Но здесь шансов, конечно же, на коррекцию больше. Про это не забывайте. Из важных событий сегодня в 12.30 ждем роничные продажи по Англии, ждем поддержки для фунта. И, возможно, под закрытие текущей торговой сессии мы сможем добраться до планки 1.04. И в 21.00 статистика Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, вы их, как всегда, можете оставлять на канале на YouTube, в секции, опять же, брифингов под актуальным выпуском. Как вы знаете, я всегда на них отвечаю. Хорошего вам закрытия недели и замечательного выходных. Увидимся с вами снова в понедельник в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok